А вот впереди на мосте висит реклама, приглашающая регистрироваться на текущий семестр. На текущий, наверное, уже поздновато. На текущий смогут попасть в те классы, в которых есть недобор. Или, может быть, на платные, на какие-то, может, интернациональные студенты, вряд ли. Уже укомплектованы будут. Укомплектованы. У нас даже на музыкальном классе, я же тебе говорила, что приходили и стояли, не хватало всем мест для занятий, стояли вдоль кабинета, ждали, вдруг кто-то отсеется. Ну ладно, значит, мы остановились на том, что книжка, учебник организована как букварь. Для того, чтобы можно было человеку втянуться, начать понимать какие-то элементарные слова, элементарные какие-то, ну истина не так звучит, как надо. Элементарные понятия какие-то. Да, чтобы иметь. Очень много разговаривали, очень много учились говорить, типа разыгрывали сценки. Я хочу, чтобы ты сказала, начиналось с того, что вообще вы все знакомились, и каждый рассказывал о себе. Начиналось все вообще с того, что мы, конечно, знакомились, потому что все очень, смесь там была интернациональная. Я была русская, были... Ты была белорусская. Ну, хотя начиналось изначально все с того, что все представлялись друг другу. Мы знакомились, мы каждый, кто что мог, с большего о себе рассказывал. О количестве детей, о том, кем кто работает, какое хобби, кто чем занимается. Ну и, в общем, это... Ну, я не знаю, как это говорить. Я хочу сказать то, что главная идея в этой школе и задача учителя – разговорить каждого человека. Да, раскрепостить. Раскрепостить, разговорить, чтобы он не стеснялся говорить, не стеснялся говорить неправильно, чтобы он просто пытался выдавать слова, которые он знает, пытался складывать их в предложения, пытался объясниться. Объясниться, потому что какая самая большая проблема, вот, я считаю, и я думаю, что это так и есть, то, что когда даже ты знаешь, ты стесняешься что-то сказать. Ты боишься сказать неправильно, ты боишься быть неправильно понятым, ты боишься быть вообще непонятым. И поэтому вот вся учеба строится на том, что все время все пересказывается, все время все рассказывается. Прочитали что-то, рассказали, придумали какую-то тему, начинает каждый на нее придумывать свой какой-то рассказ. И вот скажи, когда тебе стало не страшно разговаривать? В прошлом семестре в колледже. Сколько прошло? Вся школа прошла и два семестров в колледже. Это два года. Ты начала чувствовать, что ты... Это началось с того, что это был уже второй семестр колледжа, и я пошла на уроки речи, и это был advanced речь, последняя как бы уже ступень. И у нас очень много было публичных выступлений. И на самом деле, когда ты даже вот с кем-то сидишь и разговариваешь, какой-то маленькой группкой нас разбивали на группы, это одно. А когда ты выходишь перед красом и начинаешь свою презентацию рассказывать, это абсолютно другое. Уже потом ты начинаешь разговаривать. И все равно, даже сейчас, мне гораздо легче поговорить с моей подружкой, чем подойти и с кем-то завязывать. Ну, я все равно немножко стесняюсь разговаривать где-то в магазине. Ну, не в магазине, я даже не знаю, как сказать. Ну, в общем, еще присутствует вот этот вот барьер, во-первых, стеснительности, который пришел с постсоветского пространства. Американцы, они более раскрепощенные в плане поговорить, чем, ну, будем говорить, русскими. Ну, наверное, да. Ну, и опять же, это все обусловлено и, скажем так, усугубляется незнанием языка и боязнью быть непонятым, некрасиво сказать, неправильно сказать. Вот. Но со временем это все уходит. То есть у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но процесс идет. И это самое главное. И процесс идет. И вот училась я в школе, училась я, перешла с Бегинина на Интермедиум, потом я перешла на Адвансер. И когда я только перешла на Адвансер, мы разговаривали с моим одноклассником. Это уже достаточно, достаточно-достаточно взрослый мужчина, который мне больше уже даже для моего возраста, он уже, он мог быть моим дедушкой, мы учились вместе. И он сказал, говорит, почему ты не идешь в колледж учиться? Я говорю, ну вот я еще считаю, что мне нужно. Он говорит, пробуй, пробуй в колледж, типа у тебя получится. И он сам, он не доучился один семестр в Адвансер школе, он ушел, мы потом позже встретились в колледже с ним. Также постоянно про колледж говорил наш вот этот общий знакомый, ну, мой друг. Сережа, друг, говорил, что нужно идти в колледж учиться, что школа это хорошо, хорошо, но должно быть образование. В общем, Сережа на меня давил, давил, и я пошла в колледж. Но при этом еще, конечно, на решение идти в колледж влияло то, что учитель с моего последнего в классе, в Адвансер школе, все время говорил, у вас такой большой прогресс, я так вижу, тра-та-та. В общем, она подогревала мое эго. Ну, я не знаю, как это сказать, в общем, она типа как, ну, да, 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 вот у вас такой большой прогресс, глядите, да, конечно. Она помогала раскрепоститься этим тоже, потому что, ну... И, в общем, пришла я поступать в колледж. Ну, подожди, давай про колледж мы, наверное, сделаем следующую часть, а расскажем еще немножко про процесс в Адвансер школе, как там все проходит, какой класс, как столы стоят, что вы использовали для обучения, какие гаджеты? Ну, старые у нас стояли ровно так, как кому сегодня сплетет кто. Потому что была у нас одна учительница, которая их ставила большим, большим квадратом, и мы сидели, ну, грубо говоря, как за круглым стороном все общались. Другая учительница выставляла их в линейку, а у третьей учительницы мы раз в неделю делали перестановку. Мы их то квадратом ставили, то, блин, полукругом каким-то, в общем, гоняли эти старую по всему кабинету. Отличительная особенность, как проходят занятия, ну, скажем, просто в школе, тут уже мы возьмем, даже коснемся нашей школы, где дети учатся элементарий скул, и белорусской школы, и вот Маришкиной адалт скул, это то, что ты не просто сидишь за своей партой, за своим местом, с одним своим одноклассником. Ты все время что? Как говорила наша учительница, мы пришли сюда учиться, а не выходить замуж, поэтому меняем партнера каждый день. Мы меняли партнера каждый день. Все время тусовались, и есть такое понятие работа в группах. То есть создаются группы по три, по четыре, там, по пять человек, небольшие, чтобы каждый в этой группе мог переговорить. И одно условие, что испаноязычные не могли в одной группе быть с испаноязычными. Допустим, вот была женщина, потом, когда я уже училась на последнем, скажем, этапе адалт скул, она была из Украины, нас тоже все время рассаживали, потому что, ну, мы, в принципе-то, могли переболтать с ней по-быстрому. Вот мы немножко коснулись возраста, то есть твой одноклассник годился тебе в дедушке? По возрасту это был как мой дедушка. Женщина с Украины? Немного старше моей мамы. То есть ей где-то... 60, на тот момент 60-62 года, и что я сейчас точно не знаю. Это мы сейчас хотим сказать к тому, когда нам задают вопрос, в общем-то, этот весь влог, он посвящен там ответу на вопросы. Мы просто не говорим, какие нам задавали вопросы, а, скажем так, по вопросам рассказываем. То есть могут учиться все. Если ты по возрасту подходишь в elementary school, high school, значит ты учишься там. Если ты в ту школу не подходишь, а в колледж тебе рано... Рано не в плане, а рано в плане по... Не по возрасту, а по уровню развития, будем говорить. Да, по уровню языка, по уровню развития. То ты идешь в адалт скул. И если ты не собираешься идти в колледж, если ты просто вот так вот приехал без знания английского языка, и, например, вот, извините, я тебя перебиваю, как эта женщина, она могла жить с дочкой, с ее мужем и вообще не учить язык. Она ходила туда, она хотела влиться в социум, чтобы прийти в магазин и кроме хай-бай сказать еще... О чем-то поговорить. Бай-бай. Ну и плюс, что я хотела сказать. Я вот так говорю на моем последнем этапе. Если ты чувствуешь, что тебе нужно еще раз идти в beginning, ты можешь в этом beginning ходить несколько лет, как бы. Никто тебя оттуда ногой не выпьет. Не ходит. Главное успеть как бы регистрироваться в красы в этих... Зарегистрироваться, не нарушать... Посещать, посещать. Посещаемость не нарушать, сходить правильно, ну и, соответственно, сдавать тесты, потому что там у вас были тесты. Расскажи про тесты. Ну, тесты на beginning, на самом начале, да, они были вообще простые. Это, грубо говоря, та же самая вот. Вообще, почему-то я сразу, когда первый раз увидела эту маленькую книжечку для тестов, мне почему-то показалось, как детская разукрашка. Она сделана все в черно-белом формате, да. И, допустим, нарисована шляпа, и ты должен выбрать из четырех слов, что это там, head, head, ну, выбрать, что это такое. Потом, допустим, нарисован дорожный знак, поворот направо, ты должен выбрать. Это поворот направо, поворот налево, ехать прямо там или еще что-то. Ну, тесты были совсем, скажем, легенькие. Уже на следующем этапе, на интермедии, уже были более сложные тесты. Нужно было за определенное время написать, ну, скажем, пять, семь, десять предложений на заданную тему. Могла учительница задать там, допустим, о своей семье, о своей стране написать, откуда ты приехал. Вот. Потом у нас... Маленькое сочинение. Совсем малюсенькое. Вот. И на последнем уже вот этом вот, на Advanced, у нас уже было больше на такие, как бы, на ответы, на вопросы, как правильно на них отвечать. То есть там уже надо было не просто даже ответить, а надо было понимать то, что ты прочитал. Да, да. И дать правильный ответ. И дать правильный ответ. И также у нас была посвящена большая часть наших занятий подготовке к получению гражданства. Мы учили историю, как бы, какие штаты первые вошли, какие, в каком году была подписана декларация, в каком году, кто был первым президентом. Ну, в общем, те вопросы, которые могут задать при получении гражданства об истории США. Вот. Сколько входит в Сенат людей, кто действующий, допустим, в Калифорнии, блин, губернатор, забыло слово. Вот. Ну, в общем, такие вот вопросы. Я хочу сконцентрировать внимание на том, что это языковая школа, но обучение происходит немножко не так, как вот, например, мы привыкли в школе, мы учим русский язык. Да. Или мы учим английский язык. Начинается АБВГД, правила ЖИШИ, там и прочие дела, но только на английский манер, да. То здесь было как бы немножко не так. Язык учился через быт, через историю, через какие-то рассказы, которые, извини, я перебиваю, которые так или иначе либо показывают жизнь, либо влияют на твою жизнь, либо учат тебя жизни в новом обществе. Да, про национальные праздники, допустим, нам про них читали, мы про них говорили, учителя объясняли, какие корни там и чего, что. Ну, это очень интересно, на самом деле, плюс, ну, всё время эти слова как-то сами по себе цеплялись, цеплялись. Потом одна из наших учителей выяснила, что у нас большая половина в красе компьютерной абсолютно... Без грамотности. Компьютерной грамотности, короче, не имеет. Все мы были достаточно взрослые, некоторые компьютер видели, пыль с него стирали, к примеру, как я. Ну, что ты могла включить планшет? Нет, ну, хорошо, Серёж, ну, я пользовалась планшетом, всем этим в плане почитать новости, там, посмотреть YouTube, но я же как бы не умерла, там, не сайт сделать, ничего. А тем более мышку ещё гонять по столу. Ладно, перестань. Мышь! Буф! Где? В общем, и она для нас... А ещё и окна открывать надо уметь. Она для нас организовала компьютерные классы, и мы ходили, там, и, грубо говоря, учились все, там, включать, выключать, создавать свой, там, что мы там создавали? Чат какой-то мы там все какие-то истории выкрадывали. Короче, вот какой... Помните, что мне помогало что-то создать? Я уж и не помню. Ну, я не знаю, как правильно сказать, но, в общем, смысл в том, что для обучения в школе, в колледже, везде очень создано много всяких специальных программ, которые, скажем так, в этой программе живёт весь класс. В ней живёт учитель, вы туда пишите, все это всё видят, учитель это всё видит, каждый может вносить какие-то комментарии, учитель это всё анализирует, оценивает. В общем, проникновение компьютера и компьютерных программ в обучение очень глубокое. Ну, и нас к этому, как бы, привели, подвели. Ну, что ещё про Адаутскую можно сказать? Как вы заканчивали, например? Как мы заканчивали? У нас было очень много праздников. Потому что у нас, допустим, одна учительница была еврейка. Мы отмечали Хануку, мы отмечали какие-то её праздники. Когда я рассказала про 8 марта, решили попраздновать 8 марта. Были девочки из Мексики, отмечали какой-то ихний праздник, я даже уже не помню какой. Ну, в общем, всё это проходит очень весело, с чаепитиями, с кофепитиями, с рассказами... Накрыванием полян. Накрыванием столов, с рассказыванием каких-то историй. Ну, это всё очень интересно. Это действительно такая вот какая-то, ну, абсолютно другая атмосфера. Там даже нету напряга, вот что ты учишься. Да, это самое главное. Не давит вот это, что... То, чего больше всего, опять же, ты боялась, наверное, идя и в школу, и идя в колледж. Я очень боялась этого в колледже, что вот этой вот атмосферы, что давление... Я не знаю. Я вам больше скажу. Подогревал меня ещё и Серёжа, иди в колледж, ты справишься, сказал Серёжа в колледже. Пришла я на первый урок, и через 2 часа, когда у нас была первая перемена, я в слезах ему позвонила и сказала, забирай меня отсюда. А я тебе шарики надул. Потому что я плакала, потому что... Короче, они все меня обманывали. Ничего я ещё на тот момент по-английски не понимала. Ладно, мы в магазин потом продолжим. Ну, и если подводить итог по поводу Адалску, на неё, скажем так, у меня ушёл практически год. Я считаю, что она мне дала гораздо больше, чем если бы я сидела дома и училась. В каком-нибудь приложении. Да, в каком-то приложении, потому что это всё-таки живое общение. И плюс это даёт очень много, знаете, в каком плане. Ну, я не знаю, как в других штатах, а здесь же у нас в Калифорнии, получается, все разговаривают на разном английском. На очень-очень разном английском. Очень много акцентов. И учитывая, что во взрослой школе там такая мешанина была, что я где-то начала понимать, я стала понимать больше разных акцентов на суху уравливать. Потому что раньше, если я, допустим, разговаривала с одними людьми, я их понимала. Но когда я разговаривала с азиатами, всё, для меня ихняя речь сводилась в какие-то... Я сейчас некрасиво скажу, но я скажу, как я её слышу. Мяу-мяу-мяу. Вот примерно так. Потому что так это слышно просто со стороны. Они как-то так говорят. Для меня это вот честно-срово, что бабушка свою Мурку мне сейчас показывает и говорит, смотри, как Мурка умеет. Вот примерно так же со мной разговаривали некоторые люди. У них очень выраженный свой национальный акцент. Очень они так как-то интересно разговаривали. У меня учи такой. Да, сейчас я уже как бы их понимаю. И вот их больше понимать я стала именно во взрослой школе. Потому что, ну, очень у нас, мы 4 часа рядом, мы разговаривали. Ну, начнём не то, что ты начала больше их понимать во взрослой школе. Ты их там и начала понимать. Начала, да. Потому что до школы понятие у нас было... Ну, до школы, смотри, я со своей подружкой Сахарой, я могла какие-то, ну, там, ну, очень банальные вещи обсудить. Но когда ко мне подходили, разговаривают, ну, вот эти вот мамочки, которые азиатки, и начинали говорить, то всё. Я просто на них смотрела, это, знаете, типа, стой, улыбайся, блядь. Вот я стояла и улыбалась, постоянно. Ну, ещё и узнала, наверное, несколько мексиканских слов. Да, да, немножко. Ну, мексиканские я в колледже подтянула. Испанские, а не мексиканские. Почему мексиканские? Ну, потому что Мексика. Ну, в общем, мне там нравилась, мне нравилась атмосфера. И я думаю, что если кто-то переезжает, и у кого есть время, и... Ну, и желание, желание тоже. Ну, в общем, итог можно подвести такой, что в Америку можно поехать только со знанием немецкого, или, как говорит президент Лукашенко, со всеми четырьмя языками. Вот. И, как говорится, было бы желание, усердие и упорство. И вот я тут опять могу похвастаться уже, что силы воли у моей супружницы, так хоть отбавляй. Я ее толкал, я ее заставлял учить этот линк в альео, она упиралась, как конь копытом, блин. Сам такой, фу, как нет. Ни в коем этом сам, ну не заставить было. А потом чик пошла в школу, и сейчас он шпарит, и мой персональный переводчик. Поэтому бояться не надо. Надо пробовать, идти, и все пойдет в голову на раз, два, три. Да, а про вот еще один момент изучения языка я вам расскажу во втором случае. Ну, наверное, в общем, про школу мы подытожим. Потому что я хотела про колледж рассказать еще. Да, но колледж это отдельный будет разговор. В конце тебе дали какой-то сертификат, да? Не, сертификат нам давали за каждый семестр. Поздравляли. И, значит, все это очень красиво заканчивается. В последний день вся школа собирается, в последний день, как бы, семестр, вся школа собирается на, ну, на такая прощадочка небольшая среди красов, как бы, да. Все там собираются, директор школы благодарит всех нас за то, что мы приходили. Мне так понравилась речь директора. Ну, вот, почему-то мне первое больше всего запомнилось, когда я первый семестр там окончила. Ну, потому что это был твой первый выпуск. Ну, да. И он так начал. Спасибо, спасибо вам за упорство, за то, что вы приходите. Вот у вас у всех есть семьи, дети, но вы находите время. У вас есть, в общем, я там чуть не всплакнула, блин, вместе с ним, потому что, ну, настолько уже прям вот от души как-то это так говорил. И, в общем, потом всем под аплодисменты вручают сертификатики. Потом можно, в основном все расходятся по своим красам, и там происходит, ну, вечеринка, типа, каждый приносит свою еду, все болтают, делятся планами на ближайшее будущее, потому что, я вам скажу так, некоторые приходят на beginning, и уже на следующем ты их не увидишь. В общем, ну, согласитесь, у взрослых жизнь такая, сегодня ты можешь куда-то ходить, а завтра ты вынужден в три раза больше работать, что, ну, в общем, не все могут. И поэтому мы каждый раз прощались, как будто больше и не увидимся никогда. Вот. А еще в административном здании была стенка, на фоне которой можно было фотографироваться, что cross-off 2017 или 16, какой у меня был. Ну, в общем, это было очень весело, это интересно, это действительно такой прям выпускной-выпускной. Ну, вот, наверное, и все. Спасибо за ваши вопросы, за ваш интерес, за то, что были с нами. Да, мы немножко болеем, но уже становится легче. Вот. За то, что смотрите наши рассказы. Ну, и традиционно, кто не успел подписаться, надо подписываться, потому что подписка продолжается, она не заканчивается. Канал открыт для всех. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Вы были на канале... New Life. Ну, главное, чтобы английский знала. Вы были на канале... Наслужить в моменте. New Life is my life. До встречи. Bye-bye. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok